Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, а вот если брать священную кровь, то же стоит шизофрению, и если мы говорим про бред, ну, классическое, да, симптом шизофрении – бред, и он является, по сути, эгосимтоническим, правильно же? Ну, то есть, человека как бы себя с этим бредом вполне себя ассоциируют, да, и так далее. И плюс отсутствие критики к собственному состоянию, то есть он не может сказать, ему комфортно или некомфортно, он как бы находится просто в этом процессе бреда и постоянного вот этого, ну, в зависимости от формы шизофрении. Как в таком случае с такими людьми, которые, ну, в таких, скажем, ярких очень проявлениях в шизофрении, они считаются больными или нет? Ведь критерии как бы говорят об обратной. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но должен заметить, что ваш вопрос имеет два аспекта. Во-первых, как оно есть сейчас, и как с моей точки зрения должно было бы быть. С точки зрения того, что я сейчас аддиктивна, вы сами знаете ответ, что у нас есть недобровольная госпитализация, и его, конечно, напекут в психушку. Что касается того, что я считаю правильным, во-первых, то, что психиатрия снимает с себя эти научные ограничения, то есть также дает большую свободу. Психиатрия больше не обязана быть последовательной, она не обязана быть логичной по сути. И в частности, мы можем с легкой, ну, с более легкой душой, чем если бы мы притворялись наукой, сказать, ну да, мы, конечно, против недобровольной госпитализации, но вот этого мы недобровольно госпитализируем. Я лично считаю, что правильно в таком случае сначала отдавать, то есть не опасных, странных людей, правильно сначала отдавать психотерапевту, а потом психологу, психиатру. То есть сначала мы с ними пытаемся поговорить, а потом мы даем им таблетки. И, кстати, в том эксперименте Розенхана, о котором я рассказывал, всех испытуемых выпустили из больницы после исполнения двух условий. Во-первых, они признали себя больными, во-вторых, они согласились принимать препараты, правда, они их выкидывали в унитаз, правда, все, не все, но многие настоящие пациенты поступали точно так же. Лир, есть вопрос. Если вы против, я задам несколько вопросов. То есть у меня ряд вопросов. Первое, это риторические. Я так понимаю, вы не психиатр. Нет, я просто прочитал пару статей Википедии, пересказываю, надеюсь, что меня не завалят. Смотрите, во-первых, я хотел взять некоторую ремарку. Во-первых, слуховые галлюцинации нет. Я психиатр, я работаю сейчас в службе безопасности Украины. До этого я практиковал во второй психоневрологической больнице, закончил и богомольцы, и практиковал еще в Днице во Франции два года. Но суть такая, я к чему веду? Потому что легких слуховых галлюцинаций не бывает. Принципы, нет степени легких или сильных слуховых галлюцинаций, если присущ, комплекс Клером-Локандинского. Это расстройство, которое обуславливает эти слуховые галлюцинации. Есть категория слуховые иллюзии. Это возможно. Еще, к вопросу о демаркации, я бы вам предлагал прочитать Ганнушкина и Внухина, потому что они четко разграничили понятие расстройства, так как ДСМ не является сейчас самым валидизированным типом, потому что он сейчас пересекается еще с МКБ. МКБ, один из выпусков, который будет выпущен, во многих критериях не схож с ДСМ пятым, а уж тем более с ДСМ четвертым. Хотя мой коллега Олег Орлов проводил, скажем так, валидизацию, и она ее как бы не прошла, так как два типа, скажем так, валидизации были завалены. Следующее. Измерение психических заболеваний есть и есть странным, если ты будешь носить нож при условии, если тебя изнасилуют. Во-первых, развивается посттравматическое стрессовое расстройство, из-за чего появляется тревожное расстройство. Если человек носит с собой нож, это уже, следовательно, тип расстройства, так как он опасается за свою жизнь. Опасения беспочвенные на, скажем, фоне одного случая является уже типом расстройства. Хотел приложить исследование, которое проводил опять-таки мой товарищ, когда я учился. Он проводил ее в Ницце в 2009 году. Если кому интересно, я потом все ссылки со всеми исследованиями приложу, где с помощью ФМРА, магнитно-резонансного томографа, можно четко определить тип расстройства, четко определить место, локации, в зависимости от геморрической системы, как она активна или неактивна, количество активности геморральной системы, геморрической системы, и поставить точный диагноз без каких-либо понятий демаркации. Причем эта техника валидизирована не только во Франции, но и в Америке тоже. Еще. Конфликт с окружающими является фактором измерения валидности расстройства. Если человек не способен принять проблему в накопительстве, есть такой синдром патологической аккумуляции, он уже называется синдром Плюшкина, если человек не способен это определить, следовательно, это уже тип расстройства. А если человек его отрицает, то, в принципе, я думаю, всем известным Фрейд бы рассказал, кто когда сосал сиську, и, собственно говоря, все бы поняли, что это на самом деле является типом расстройства. По поводу валидизации ДСМ-5 сейчас вот мой товарищ переводит его. То есть официально он занимается переводом ДСМ, и мы ведем исследования в клинике Амосова по психиатрии и психоневрологии. Так вот, я утверждаю, я могу это доказать экспериментально, и это уже доказано экспериментально, потому что шизофрения видна, и ее можно лечить очень легко. Но есть маленький момент. Она не лечится. Как вот сказали, что бред – это самый явный симптом шизофрении. Нет, это вообще не симптом шизофрении. Нет, бредовое расстройство – это совсем другое. Это даже и к шизофрении никак не относится. Шизофреники, они не склонны к бреду. Вот люди с деменцией склонны к бреду. Но люди к шизофрении склонны к деменции. А в Кандинского там разве нет бредового расстройства? Нет, вопрос к Клербокандинского – это не бредовое расстройство. Это расстройство навязчивых движений, мыслей и сенситива. Следовательно, это не навязчивые мысли того, что ты хочешь сделать, это навязчивые мысли того, что ты делаешь не по своей воле. Это не является бредом. Бред — это неспособность трезвого мысли. Шизофреник чётко отличает рамки своего расстройства и знает, когда он слышит голоса, которые не присущи его телу. Особенно тем, кто болит с расстройством ноклеробокомбинства. Потому, если у кого-то возникают вопросы и сомнения о том, что правильно подмечено, что психиатрия — это не наука. Психиатрия — это одна из веток медицины. Но с таким успехом, если будут говорить о том, что невозможно, допустим, релевантно оценить болезнь психиатрическую, если нельзя пощупать, то, следовательно, и эпилепсию лечить не придётся. Хотя эпилепсия сейчас лечится без особых проблем. Следовательно, очень многие люди просто умрут от астмы, потому что астму, в принципе, определить в теле крайне сложно. Поэтому говорить о том, что всё, что мы не можем пощупать в теле, особенно касаемо нейропсихологии, не является расстройством, это как минимум дилетантство. Я сказал. Спасибо большое. Я сначала пытался следить и ответить на каждый ваш пункт, но, кажется, большая часть ваших пунктов не нуждается в ответе. Тем не менее, я бы хотел сделать несколько комментариев. Во-первых, по поводу МКБ и ДСМ. Есть причина, почему МКБ называется Библией психиатрии, то есть, наоборот, ДСМ называется Библией психиатрии, а МКБ не является. МКБ историческим, когда-то после Второй мировой войны, МКБ была создана Всемирной организацией здравоохранения, институтом при ООН, для статистических целей. То есть, нам нужно было собирать информацию из разных частей мира, чтобы понять, где там как болеют, собирать статистическую информацию. В начале 60-х туда был внесен раздел про психические расстройства, и прямо... Психические и поведенческие расстройства, так он назвали. Это название в современном МКБ-10. Я, честно говоря, не уверен, как она называлась в МКБ-6. Психические и поведенческие расстройства. Я не уверен, как они назывались в той версии. Но, как бы то ни было, ВОЗ собрал конференцию психиатров, где обсуждался вопрос, на каких принципах строить этот раздел, который сейчас выглядит по-другому. И было принято решение, прямо есть цитаты там Карла Гемпеля, и не помню второго человека, но о том, что сейчас у нас нету никакого этиологического, никакого патологического понимания психиатрии, давайте использовать только описательный подход, давайте использовать только симптоматику. Поэтому МКБ особенно сугубо на симптоматике и ставит перед собой статистические цели. Что вполне окей, но, прямо скажем, очень скромно. ДСМ пытается использовать нозологический подход, пытается описывать, когда может на этиологическом уровне, когда может на патологическом, когда может на симптоматическом. У них, конечно, не всегда получается, потому что у них знаний, по сути, не больше, чем у МКБ. Но, тем не менее, это более комплексный подход. Я хотел сейчас сказать, я вспомнил, вы говорили по поводу китайцев. Сейчас учитывается, ну, я в принципе, всех азиатов, которые склонны считать, что существует понятие энергии, хотя они даже не знают, что такое, и не могут это толком описать. Суть такова, что сейчас в психиатрии, в частности, в всех клиниках, которые, по крайней мере, я знаю, в которых я был и практиковал, я хочу сказать, что есть такое понятие, как транскультурный подход. И в первую очередь нужно идти не к психологу, а к психиатру. Объясни, почему. Потому что психиатр рассматривает непосредственно расстройство тела. Часто очень приходит человек и говорит о том, что у него патологическое расстройство настроения, то бишь, там, дистимическое расстройство. Ну, то есть это как депрессия, только не со всеми критериями, и она длительная, она длится годами. И говорит то, что у него это происходит из-за утраты близкого человека. Проблема в том, что, на самом деле, у него нарушена губоральная система. Неспособность, ну, по поводу обратного с фотосеротонином, то есть эффективных ингибиторов. И того, что человек, в первую очередь, должен лечить тело, потому что у него нарушается выработка серотонина и неспособность белкам синтезироваться. Следовательно, в первую очередь, он должен уже тогда идти к психиатру, так как очень часто бывает, там, рак надпочечников, из-за чего выбрасывается невероятно большое количество адреналина и не способно блокироваться, нарушение выработки кортизола в организме. И потому человек думает, что у него тревожное расстройство. Очень часто из-за смещения позвонков происходит состояние близко к фобическому, из-за чего человек, собственно говоря, думает, что у него фобия. Он очень долго будет ходить к психоаналитику, который будет ему рассказывать, что его насиловали в детстве. Но по факту он, ну, типа, не избавится от этого расстройства. Поэтому в первую очередь нужно идти к психиатру адекватному, а таких у нас почти нет. В смысле чего необходимо полностью, ну, пройдя уже, как говорится, аналогическую оценку, чисто исходя из физиологии, соматизации, тогда уже идти непосредственно к психотерапевту, если психиатр назначен. На моем счету я знаю порядка пяти психиатров. Тот же самый Дзюк или, там, ну, работа в Павловке. Я думаю, кто был в Павловке, знаете. Или Карачевский Андрей, отличный специалист, ну, нарколог, очень хороший дядь, по-моему, разбирается в психиатрии. Так вот, в первую очередь они рассматривают человека с точки зрения физиологии, а потом уже смотрят, как, ну, допустим, когнитивно-битворальности. Я ни в коей мере не отрицаю влияние физиологических факторов, но, знаете, я, честно говоря, не готовился к вашим вопросам, но я готовился, я ожидал услышать из аудитории примерно следующий вопрос. Почему почти все теории, которые я цитирую, это 60-е, 70-е, 80-е годы? У меня есть в конце одна цитата из 2013 года, но вот именно теория, о которой я рассказываю, это 60-е, 70-е, 80-е. Дело в том, что тогда, 40 лет назад, было популярно рассматривать это с философской точки зрения, как я сегодня и пытался вокруг более таких мировоззренческих вопросов строить в своей лекции. Были выдвинуты эти основные концепции, о которых я рассказал, вокруг них возникла дискуссия, были выдвинуты основные аргументы, и, собственно, оказалось, что нам больше в философском отношении некуда продвинуться. И все радостно переключились куда? На нейрофизиологию. Наша нейронаука прекрасно сейчас развивается, есть множество открытий, и вот из этого большого круга когнитивных наук, внимание от психологии смещается в... Ну, собственно, сместилось. 50 лет назад доминировала психология, сейчас доминирует нейросайенс. Это хорошо, нейросайенс должна развиваться. В то же время, давайте будем честны, сейчас в научных кругах нет консенсуса по этому вопросу. Я вам цитировал в лекции свежие статьи о том, что некоторые люди с вами не согласны, некоторые люди против диктата физиологических критериев. Некоторые люди с вами согласны, я не спорю. Более того, безусловно, в вашем физиологу-центричном подходе есть здравое зерно. Конечно, если у кого-то смещение позвонков или выброс кортизола из-за рака надпочечников, я надеюсь, я ничего не перепутал. Перепутал, потому что адреналина. Адреналина. Безусловно, нужно лечить рак надпочечников. Но поскольку у нас нету понимания, как работает разум, и у нас есть этот brain-mind problem, как наше, грубо говоря, software работает на нашем hardware, то у нас есть серая область, которая нами не изучена, и с которой нам приходится работать вот такими неточными методами. Я согласен, что в далеком прекрасном светлом будущем у нас этой серой области не останется, и мы все осветим светом науки объективной и точной, но не сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова